ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Об особенностях предстоящих состязаний нам расскажет сегодня председатель Алтайской Федерации Автоспорта Андрей Иоанн. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Кирилл. Андрей, ну не так много осталось времени до старта состязаний. Как там происходит организация? Какие еще вопросы предстоят решить? Да, практически все вопросы уже решены. В данный момент идет уборка трассы. То есть за тот период, когда мы проводили последнее соревнование, это был конец мая, она успела изрядно отрасти и проросла трава между плит. То есть сейчас мы занимаемся покосом, уборкой, подготовкой стартовой зоны. По-моему, покраска еще. Да, конечно. Сейчас мы выделяем именно зону старта, так как она должна быть. В каких условиях пройдут гонки, на какой трассе, на каких машинах? Рассказывайте подробности. Чемпионат Алтайского края и чемпионат Сибирско-федерального округа. Традиционно проходят у нас трассы аэродрома Панфилова, село Ново-Романово, Калманский район. Соревнования пройдут в два дня. В первый день будут свободные тренировки и квалификационные заезды. Второй день это будут финалы в обоих соревнованиях. Что за машины-то? Машины любые, абсолютно. То есть специально мы делаем два соревнования, которые идут у нас как чемпионат края для новичков, для более слабых участников и чемпионат Сибирско-федерального округа. Это машины уже более заряженные, конкретно заряженные на спорт и часть из них уходят от нас на соревнования чемпионата России. Ну сколько там лошадиных сил примерно-то, похвастайтесь, будет у самой такой топовой машины? Ну пока, скажем так, я сделаю небольшой анонс. Это машина, которую везут из Новосибирска, мощностью около полутора тысячи лошадиных сил. Обалдеть, обалдеть. А вот эти вот вы сказали в мае уже проходили у вас гонки, да? А чем они предстоящие будут отличаться от тех, которые уже прошли? Ну во-первых, мы делаем более красочное оформление, это первое. Второе, мы делаем развлекательную программу, и в том числе и для детей. Третье, мы вводим автограф-сессию для пилотов. И четвертое, и, наверное, самое главное, у нас будет выставка автомобилей всех видов автомобильных спорта, которые представлены у нас в Алтайском крае. Ничего себе. И плюс ко всему к нам везут автомобиль чемпиона России Дмитрия Саморукова мощностью 4500 лошадиных сил. 4000? Да, это рекордсмен, то есть его время прохождения дистанции 6,3 секунды, не побит пока никем. Любую машину можно потрогать, сфотографироваться с ней как-то? Да, конечно. То есть без проблем. Не гонками едины, да? Ну, конечно, не гонками едины. Это должно быть еще как бы развлекательное и познавательное для людей, чтобы они видели, что Алтайский край живет, развивается и в разных абсолютно направлениях. На направлении внедорожников, направлении ретроавтомобилей, класть, картинга. Вот от девушек вопрос. Если гонщик понравился, можно с ним сфотографироваться, нет? Да, во время автограф-сессии без проблем. Без проблем. Да. Есть ли среди участниц девушки? На чемпионате России да, у нас пока нет. Кто это на чемпионате России, можете сказать? Сотова Яна, Оксана Яковлева. А, несколько там девушек. А почему среди наших не берете? Ну, да никто не берет. Дело-то ни в чем. Дело в чем. Никто никому не отказывает в участии. Просто как-то так сложилось. То есть у девушек есть шанс пробиться в команду. Легко. Без проблем. Знаю, что участие в состязаниях платное, нужно вносить стартовый взнос. Наверняка среди начинающих любителей погонять есть те, кто считает, что дрэгрейсинг, в общем, там можно организовывать, да на любой трассе, на любом участке. Вы как считаете? Ну, я считаю, как. Можно организовать все, что угодно и где угодно. Вопрос в другом. Насколько это будет безопасно? Мы проводим социально значимые программы именно по выводу совместно с управлением спорта Алтайского края и ГИБДД управления главного по Алтайскому краю, именно по выводу нелегальных гонок за пределы, чтобы трасса была безопасна, чтобы в городе ничего не творилось. Хотите погонять? Welcome. Мы вас ждем. Это определенные будут даты названы, где будет предоставлена трасса со всеми блоками, та же самая, которая используется на официальных соревнованиях со службами обеспечения безопасности, скорой помощи, пожаротушения и так далее. Но вот часто можно встретить в интернете, там прошли нелегальные гонки по ночному, там, рядом в Барнаул, по улицам Барнаула. Вы знаете, это драйв, это адреналин, это круто, это прикольно, это ночная тусовка до того, пока что так серьезно не случится. Не секрет, что нашим государствам принят законопроект по штрафу за организацию нелегальных гонок до 1 миллиона рублей. И в один прекрасный момент где-то это выстрелит. Наверняка. Ну плюс еще штрафы же есть какие-то. Да, это более чем. Серьезные причем. Плюс ко всему, если что-то это случится, если будут пострадавшие, если будут смертельные случаи, я бы не хотел видеть кого-то, естественно, себя или своих близких рядом. Угу. Какие перспективы ожидают победители вот этого этапа сибирского и краевого? Перспективы? Ну, во-первых... Что дальше? Дальше что? Ну, помимо медали, кубка диплома. И, значит, победители в каждом соревновании имеют право на присуждение спортивных званий. Угу. В автоспорте. Мастер спорта? Не мастер спорта. Не мастер спорта. Вот это на уровне чемпионата России. Угу. Это уже повыше. Кубка России и любых всероссийских соревнований. Так, здесь какой? Здесь чемпионат Сибирского федерального округа, ну, пусть даже не Сибирского федерального округа, для победителя предусматривает звание до кандидата мастера спорта. В этом году, кстати, Алексей Калашников получил у нас КМС. КМС? Да. КМС. Много ли спортсменов, участников чемпионатов федерального округа способны выйти на чемпионат России, как вы считаете? Ну, конечно, не сказать, что много, но Алексей Калашников уже вышел. На второй этап у нас готовятся Андрей Сердюков и Олег Рохин. Расскажите про Алексея Калашникова. Вот недавно он победил, по-моему, в Нижнем Новгороде, да? Да. Расскажите поподробнее о нем, пожалуйста, о машине. Вы смотрели этот заезд, победный-то его? Да, ну, конечно, я смотрел. Угу. Машина, скажем так, уникальная. Уникальная в плане того, что для своего объема мотора и для своего класса она едет, ну, то время, к которому все только стремятся. Он единственный в своем классе. Ну, вот сейчас мальчишки и девчонки наверняка смотрят на шефир и хотят так же стать, как Алексеем Калашниковым, например. Что нужно для этого сделать-то? Куда прийти? Ну, куда прийти? Вложение наверняка, да, в машину? Вложение, ну, а как без вложения? Это автоспорт, это дорогой вид спорта. Да, это получается, что самый опасный автоспорт, вид спорта, ну, не сказать, что дрэк-рейсинг, а автоспорт в принципе. Вот. Надо сначала посмотреть, посетить наши мероприятия, поболеть за любимых участников. А потом уже понять, надо вам или нет, можно начать с соревнований самого низкого уровня, где доработка автомобилей, даже стандартных, гражданских, минимальна. То есть те, которые у нас приезжают на чемпионат Алтайского края, это они приезжают на машинах every day, то есть на тех, которые передвигаются каждый день по дорогам общего пользования. Имеют номера, страховку и все остальное. Здорово. То есть можно проверить свои силы, попробовать зарегистрироваться. Если зацепить, то поехали. 400 метра и вперед, да? Да, 402-33, заветная дистанция. В завершении программы давайте еще раз расскажем зрителям, где, когда, во сколько. Аэродром Панфилова, Силонова-Романова. Запоминайте. 30 июня, 1 июля, два дня, суббота-воскресенье. Это ближайшая суббота-воскресенье. Абсолютно верно. Ну, проверки начинаются с 9, заезды начинаются примерно с 11. И также и в воскресенье мы начинаем с парада открытия, с гимна России, с приветственных слов администрации края и округа. И стартуем. Да и стартуем, погнали, финалы. Спасибо, Андрей, большое. Спасибо, побед вам. Пожалуйста. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Наше время». До новых встреч, побед вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова